Вот уже два месяца в Химках вакцинируют от коронавирусной инфекции. За это время число поликлиник, где можно поставить прививку, возросло в разы, да и попасть к врачу теперь тоже стало проще. Я же решил испытать на себе действия вакцины и расскажу об организации всего процесса в одной из поликлиник Химок. Это седьмая поликлиника на левом берегу. За два дня до визита я через регистратуру записался на вакцинацию от COVID-19. В 16.00 я направляюсь в кабинет, который мне указала медсестра во время записи. Каждому пациенту уделяют немало времени. Врачу необходимо сделать копию паспорта, полиса и СНИЛС. Но для ускорения процесса лучше принести их с собой. В последствии в личном кабинете пациента на госуслугах появится прививочный сертификат. Далее нужно внести в анкету данные о наличии хронических заболеваний, после чего врач проверяет давление и уровень кислорода в крови. И можно отправляться на укол. Сейчас будем вводить вакцину на COVID-19. Набираем 0,5. Итак, исторический момент. Мне делают инъекцию. Укол безболезненный. Последний раз я делал вакцину, прививку точнее, в октябре от гриппа. Так, что у меня теперь делать? Сейчас я вас заклею. Сейчас в коридорчик выходите и полчаса мы за вами понаблюдаем. Хорошо, если будет какое-то изменение в состоянии, вы сразу нам об этом говорите. Хорошо? А случаи были? Нет, случаи не были. Пока я проходил всю процедуру, в коридоре не было никого. Врачи говорят, что приглашают пациентов с разницей в 15 минут, чтобы друг другу не мешали. Раньше набирали группы по 5 человек. Именно на такое количество людей рассчитан один флакон с вакциной. Теперь же появились емкости с дозировкой на одного человека. Поэтому можно записывать на вакцинацию без привязки к другим пациентам. Бывает, что в пятерке не собирается. И в таком случае мы проводим вакцинацию, то есть там, кто в пятерке не попал, единичную. То есть на одного человека одна доза. Как раз вот. Можете показать? Да. Вот, оно идет. Один флакон, один компонент. По словам заведующей поликлиника Ирины Спириной, теперь перед вакцинацией пациентам не делают ИФА-диагностику, то есть не проверяют, болел ли человек уже коронавирусной инфекцией. А что касается противопоказаний, то их немного. Это беременность, кормление грудью и аллергическая реакция на компонент вакцины. Все остальное, что касаемо хронических заболеваний, то там назначают вакцинацию с осторожностью под заключением участкового врача. У нас вакцинировались 60+. Они, в общем-то, практически все с хроническими, теми или иными заболеваниями перенесли хорошо. И с сахарным диабетом у нас перенесли хорошо, и с бронхиальной астмойкой. Однако после прививки могут быть неприятные симптомы. Например, в первые несколько суток может подняться температура до 39. Говать не надо, просто выпить жаропонижающие препараты вполне достаточно. Если, допустим, температура держится на протяжении 2-3 дней, соответственно, нас об этом оповещать, и мы уже дальше смотрим за пациентом или уже назначены лекарственной терапией. Но у нас таких не было. За два месяца в поликлинике вакцинировалось около 500 человек. Из них более 150 – пенсионеры от 60 до 80 лет. И за все это время, по словам врачей, ни одного осложнения. Правда, некоторые пациенты могут испытывать легкое недомогание. Сегодня прошло 3 недели после, соответственно, первой вакцинации. Пришел ставить себе вторую вакцину, точнее, вторую порцию. После первой вакцинации я не испытывал, по сути дела, никаких проблем. Единственное, в месте укола в левое плечо некоторое время был дискомфорт. Ну, некоторые болевые ощущения, пару дней, и руку тянуло. Потом все прошло. Ни температуры, ни озноба. Мой же опыт только начался. Прошло полчаса, синяка вроде никакого нету. Чувствую себя хорошо. Впрочем, неприятные симптомы дали о себе знать позже, уже после съемок дома, а затем на следующий день на работе я испытал легкое недомогание. Спустя примерно полдня после инъекции я начал испытывать слабость, тяжесть в ногах, словно я несколько часов подряд занимался в спортзале силовыми нагрузками. Правда, температура так и не поднялась. В таком состоянии я пробыл примерно 15-18 часов, после чего все как рукой сняло. Теперь через 21 день мне предстоит вколоть второй компонент вакцины, а уже на 42-й день после первой инъекции должны выработаться антитела. Напомним, теперь записаться на вакцинацию можно в любой поликлинике города. Работает и пункт мобильной вакцинации, который расположен в ТЦ Мегахимки. Работает и пункт мобильной вакцинации.